Микс Ньюс Ученые бьют тревогу Неизвестно, как дело повернется, может ледниковый период начаться Если человечество не предпримет реальных действий В ближайшие годы нашу планету ждет климатическая катастрофа Потому что человек просто элементарно превращается в ледушку Как ее избежать? Да ну запретите вы пластиковые пакеты, от этого воздух чище станет Что на самом деле происходит с климатом? 20 тонн ублекислого газа на душу населения Слушайте по пятницам на Радио Болтком Авторскую программу Константина Рангса Климат-контроль Действительно, только что называется, открыть ящик Пандоры Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Климат-контроль И с нами на прямой связи журналист, популяризатор науки, морской геолог Константин Рангс Добрый день, Константин, здравствуйте Добрый день, добрый день Ну и сегодня, в принципе, мы поговорим, наверное, о том Что, учитывая вот эти все коронавирусные сложности Происходит в мире с зеленой энергией То, что когда-то было очень модным, популярным Всех обязывали все страны как-то переходить больше на такие, значит, не вредящие природе виды топлива И вообще поиспользовать энергию ветра, солнца и так далее Вот что сейчас не смягчаются или наоборот, может быть, ужесточаются какие-то обстоятельства, связанные с тем, что мы находимся в непростой ситуации? Ну, можно сказать, прежде всего, что буквально в начале этой недели, уходящей уже недели, закончился саммит руководителей стран Евросоюза, на котором принималось решение о бюджете на следующую семилетку В Евросоюзе семилетками планируют Ну и, собственно говоря, кроме бюджета планировался фонд для восстановления экономики, как раз обрушившийся из-за ковида Это как бы уже внебюджетный Значит, бюджет на 7 лет Евросоюза, это именно евросоюзовский бюджет, составляет, запланирован в 1 триллион 74 миллиона евро Ну, триллион — это тысяча миллиардов Фонд восстановления, который как бы внебюджетный, он составляет, договорились, это компромисс, 750 миллиардов Вот хорошая цена сумма Из этой суммы, примерно 360, это будут займы, которые будут выдаваться странам, нуждающимся странам, но на условиях погашения А вот 390 миллиардов — это будут безвозмездные гранты Которые будут выдаваться странам просто потому, что вот они потерпели вот эту самую большую, потерпели ущерб в результате ковида Надо сказать, что это почему компромисс Потому что сначала такие страны, как Германия, Франция, они хотели, чтобы этот бюджет был грантовым 500 миллиардов Но вот как раз Голландия, Австрия, примкнувшая к ним Финляндия, Швеция, их называли вот эти северные жадины Они как раз говорили, что деньги раздавать просто так нельзя И можно их выдавать только, значит, в виде кредита Ну, после долгих разговоров, то есть все судили-редили, но и согласились вот на 390 миллиардов Но надо сказать, что вот тут, как говорится, после вот этого, этих помпезных фраз, что вот сделка достигнута Нужно сказать, что сейчас, сейчас как раз вот в этот момент все это обсуждается в Европарламенте И хотя шансы, что Европарламент, что называется, ляжет костьми и не даст этим деньгам этой сделке случиться Весьма маловероятно Но то, что уже говорят депутаты от европейских стран Показывает, что в Европе далеко нету Единства Желаемого единства Вот видите, какая интересная вещь Не успели объявить право то, что вот сделка заключена У людей стали возникать, у комментаторов, странные такие, ну, извините, странные, вполне логичные вопросы Это странная сделка Например, говорим, что 30% денег и бюджетных, и внебюджетных Должны пойти в области, так скажем, решения вопроса изменения климата и цифровизации То есть вот оно Как мы помним, в январе месяце руководство Евросоюза провозгласило зеленую сделку Такими большими, можно сказать, наполеоновскими планами В крайний срок 2050 год мы становимся абсолютно зелененькие и зелененькие То есть мы ничего углекислого газа не выбрасываем и других парниковых газов Либо если выбрасываем, столько же природа и поглощает Все замечательно И вроде бы фраза «каждый третий евро должен пойти вот на это благое дело» Тут сразу изникает вопрос о том, что, собственно говоря, а как это Как можно подключиться к этому делу И ясное дело, что есть смысл подключаться ко всяким программам, которые будут обязательно иметь зеленую составляющую Но с другой стороны И вот я помню, европейские телеканалы тут же передавали о том, что, например Произошло резкое сокращение бюджетного финансирования конкретных программ Например, так называемый фонд, который называют фонд зеленого перехода Перехода стран на зеленую энергетику 40 миллиардов Сначала урезали до 30 миллиардов А потом до 10 миллиардов В 4 раза В 4 раза В 4 раза мы ничего сделали Но ведь не только это Надо заметить, что несмотря на ковид Сокращению подверглись расходы финансирования на здравоохранение в Европейском Союзе Тоже очень солидно И плюс большое сокращение расходов на научные исследования Хотя, казалось бы, вот именно сейчас-то нужно вкладывать деньги в научные исследования, здравоохранение И уж если вы хотите развивать зеленые технологии, то и вообще возможные программы, связанные с зелеными технологиями Будем говорить откровенно Если вы хотите отказаться от угля, то вам нужно куда-то приспособить шахтеров Вот так Если вы хотите отказаться от автомобилей на бензине и солярке, то вы должны сделать электрические машины доступными для населения Удобными и обеспечить электрозарядки А тут, кстати, еще и электричество нужно откуда-то взять, чтобы все эти машины зарядить То есть возникают совершенно конкретные вопросы И поэтому сейчас, вот в данный момент, прямо пока мы тут сидим, проходит заседание в Европарламенте И эта сделка, надо сказать, очень жестко критикуется Причем она критикуется как зелеными, которые видят в ней какую-то совершеннейшую путаницу и непонятку Что вообще, собственно говоря, вы делать собираетесь Так и не зелеными, так скажем, консерваторами, которые говорят Что, слушайте, а что же вот вы тут провозгласили Ну да, хорошо, все красиво, а жить-то как мы в реальной жизни будем Тут, правда, проявляются очень интересные вещи Ну, например, сразу критики, зеленые критики Говорят о том, что, ну да, красиво звучит Что на климат в ближайшей семилетке будет выделено 550 миллиардов евро Но дело все в том, что когда в январе провозглашали амбициозные планы Вот этой Green Green большой зеленой сделки То тогда ее стоимость должна была быть 2 триллиона 400 миллиардов То есть получается, что на самом деле при всех аплодисментах и зеленых флагах в руках На самом деле такого зеленого прорыва как бы не получится Откуда, где деньги, Син, откуда деньги брать-то на всевозможные зеленые вещи И тут, кстати, стоило бы обратить внимание на то, что сейчас вроде бы стало понятно Что никуда эта зеленая энергетика не разовьется Пока не найдут способ сохранения больших объемов электроэнергии Сейчас как-то выяснилось, что будет сделана ставка на водород То есть когда электричества много, днем и в сильный ветер То тогда излишки электричества будут употребляться для разложения воды на кислород и водород И этот водород будет запасаться А потом что с этим водородом можно будет делать? Каким образом? Господи, из него можно опять получить электричество в так называемых топливных элементах Идея, прямо скажем, не новая Например, такой ветряк первый построили в Советском Союзе Это была первая в мире такая идея Еще в 1929 году в Курске Вот так Кстати, он до сих пор остался, эта башня с ветряком Там вообще было много идей Ветряк вырабатывал электричество, даже когда не было ветра Очень интересно, да? Там у него был очень интересный, очень мощный, тяжелый маховик И ветрогенератор раскручивал, когда был сильный ветер, маховик Даже если потом ветер исчезал, маховик еще в течение нескольких часов Вполне спокойно обеспечивал потребителей электрины Так получается... Но это старый... Это старая проверенная система, и вот на нее решили делать ставку На нее решили делать ставку Ну хорошо, но опять-таки для всего, для того, чтобы все переходить на водородную энергетику Господа, нужны же деньги И вот вдруг выясняется, что денег будет 550 миллиардов, а не 2 с копейками Вот это уже, с одной стороны, критик С другой стороны, ясное дело, что потребуется увеличение налогов Мы пришли к самому вкусу Мы же знаем, что все деньги за все платят о едовой обывателе И то, что сейчас можно четко сказать, что уже прямо говорится о том, что будут зеленые налоги Например, налог на пластик будет Будет налог на непереработанный мусор Видно, какие-то еще налоги будут скрытые Потому что будут налоги на производство сельхозпродукции Которая не соответствует зеленым стандартам Ясное дело, что подорожает мясо Вот то есть не то, что на него налог наложат на мясо Налог будет на производителей этого самого мяса Но в конечном счете мы все за это заплатим Несомненно, появятся какие-то налоги, которыми обложат автомобили на бензине и на солярке Тем более автомобили, так скажем, пожилого возраста Вот тут можно даже и не сомневаться И в принципе всем уже понятно, что будут еще какие-то налоги Вот смеялись, сколько смеялись, говорили Вот будет налог на воздух А вполне возможно, что и дойдем до этого Потому что если вы ездите на машине, которая закрестает воздух Вот это и есть налог на воздух А тут нужно учитывать и на то, что сама персона тоже воздух портит Так что, в принципе, вот то, что сейчас происходит в Европарламенте И там критикуют И как с точки зрения зелени, так и с точки зрения консервативной Критикуют вот это соглашение Только это вполне понятно Потому что непонятно другое Красиво выглядит на картинках Как будут выглядеть нынешние угольные разработки в Германии Это будут озера, на которых будут плавучие солнечные электростанции А куда вы денете шахтин? Ну вот это вроде бы богатая Германия, куда-то их денет А тут, значит, рядом Польша У Польши 80% электрогенерации на угле Куда девать? И, значит, дальше возникает следующая вещь Польское правительство решает вопрос так А не построит ли нам тут атомных электростанций? Очень удобно С одной стороны, есть шахты В эти шахты мы будем складывать отходы и всякий прочий мусор Бетонировать их Шахтеры будут потихонечку выходить на пенсию А их новое молодое поколение Будет учиться уже на операторов атомных станций Как бы так за одно поколение Благополучно и, так скажем, сменим Нашу энергетическую парадику Там будет хорошая идея Но дело все в том, что есть зеленые Которые мы атомные станции не годят А что ж тогда делать? Польша отнюдь не хочет все время оставаться В ситуации аграрной страны Польша, надо заметить, страна индустриальная Индустриальная аграрная И они тоже хотят развивать свое производство Тем более на фоне того, что как бы Не то, что прямо в лоб говорится Но предполагается Что нужно стремиться к, так скажем К уменьшению зависимости от Китая и Юго-Восточной Азии Можно ожидать, что больше внимания будет К перенесению производства в страны Восточной Европы А это означает, что вы должны иметь электричество Электричество много Электричество стабильное Потому что, прошу прощения, если у вас электричество скачет То его слишком много Полдень ветреного дня А к вечеру у вас его нету Потому что ветер пропал и солнце закатилось Вот это совершенно не годится Нужно, чтобы оно было стабильно А значит, у вас должны быть какие-то резервные мощности И, прошу прощения, например, в Латвии Три ГЭС не решат вопрос Поэтому, собственно говоря, я так думаю Что наши энергетики Как раз и не отказываются От потенциальной возможности Покупки электричества в Беларуси Поэтому как раз тут и получается интересная вещь Что Восточная Европа понимает Что, может быть, сейчас будет ее шанс На такую реиндустриализацию Потому что можно реально будет Вывести производство из того же Китая Разместить, как сейчас уже имеется И в той же Румынии, в Венгрии, в Польше Может быть, и в наших странах балтийских Какие-то заводы, какое-то производство разместить То есть, собственно, говорят А тут сразу вам говорят Что нет, это нельзя Потому что это будет экологически Нехорошо Так что конфликт интересов Он назревает И над всем этим Вот, над этим производственными проблемами Реет облако ковида Потому что никто не может понять Как совместить требования Одноразовой посуды С точки зрения борьбы с ковидом Мы же знаем Что нам нужны одноразовые маски Нам нужны одноразовые перчатки Нам нужны одноразовые стаканы И вот требованием Чтоб мы от этого отказались Или как-то это все обязательно переработывать Понимаете, если маска стоит несколько цент Да и бог с ней Попользовался Выкин А если она, как вот в марте месяце Их цена обыкновенной маски Взлетела так до 5-7 евро То кто же будет ее покупать Может быть бы и хотел Только надо еще кушать на что Ну, сейчас вот стоимость Трех, по-моему, масок Составляет 5 евро Что, честно говоря, тоже кусается Если мы предполагаем Что один раз я проехал, скажем, в транспорте И выбрасываю маску То есть получается, что если я Перемещаюсь по городу То мне нужно 5 евро Из своего бюджета каждый день Только на маски и тратить Ну, если мы берем Вот эти классические Трехслойные хирургические маски То они получаются по 50 центов Сейчас, если покупать коробку Всяк штук 25 евро В Риге Там покупал Поэтому Это, конечно, тоже Полтинники Это тоже деньги Но это хоть как-то Но при этом вопрос следующий Если выясняется Что еще нужно учитывать Закладывать в стоимость маски Переработку этой маски А это обязательно будет То ее цена Резко поднимется А я уж не говорю про посуду Которую опять Вот при что Ее нужно будет мыть Мыть в спирту Да Где вы столько спят Спирта много Собственно говоря Это опять Удорожание И вообще Сколько вообще Можно издеваться Над людьми Возникает вопрос У нас есть звонок Между тем Здравствуйте Добрый день Пожалуйста Добрый день Меня зовут Владимир А вот В ряду со всеми Этими напастями Я тут прочитал Что Скажем так В Антарктиде Зафиксировали Значительное Вовлечение Выброса метана Которые Обычно Ну то есть Микроорганизмы Они поедают Там Этот метан Внутри Океанов А в данный момент Они не успевают Этого сделать И собственно говоря Это Прогнозируют Что это Может быть Очень большая Проблема Для Земли Просьба Прокомментировать Спасибо Да Я хочу сказать Что Вот с этими Сметановыми Явлениями Я столкнулся Сразу После Окончания Университета Моя первая Экспедиция Вторая экспедиция Это был Полуостров Ямал Побережье Там Вечно мерзлые Грунты В этих Грунтах Больше Половины Это лед Остальное И Вместе Со льдом Там еще Органические Остатки Вот эти Органические Остатки Они разлагаются В свое время Выделили Вот этот Метан То есть Пока Этот грунт Мерзлый Пузырьки Этого Метана Метана Внутри Но когда На глазах Этот Грунт Танил То метан Вот эти Пузырьки Выделялись И если Это положить В ведро Или в какую-то Емкость То можно было Даже поджечь И надо Заметить Что в те же Годы Проводились Исследования На шельфе Ледовитого Океана И обнаружилось Что метан Постоянно Выделяется Из древних Затоптанных Отложений Вот этой Самой Вечной Мерзлота Но не только На поверхности Она еще и Под дном Моря Примерно Такая же То есть В принципе Надо сказать Что жизнь Каждого Жилого Существа На нашей Планете Которая Оказалась В море Всегда Заканчивается Пузырьками Метана Это Самый Основной Органический Кирпич Сх4 Плюрота 4 атома Водорода Все Это Абсолютный Фундамент И да Как правильно Заметил Слушатель Есть Микроорганизмы Которые Питаются Этим Самым Метаном Потом Есть те Которые Питаются Этим Микроорганизмом И так Все Понеслось Опять Аж Плоть До Льфитов А потом Опять Все Назад И так Вот Уже Последние Более Миллиарда Лет Все Так И Но проблема В том Баланс Он Все Время Уровень Шкалы Он Смещен Может Смещаться Куда То Сю Чудя По всему Человечество Что называется Как бы Нажало Спусковой Крючок И теперь Система Пытается Занять Какое-то Новое Стабильное Состояние Но мы К этому Не готовы Мы Привыкли К старым И вот Этого Как раз И боятся Многие Специалисты Говорят Что Уже Спусковой Крючок Нажат Уже Порох В Патроне Горит Уже Бесполезно Там Дергать Этот Крючочек Потому Что Уже Происходит Выстрел Господа Хорошие Уже Все То есть Нужно Сейчас Готовиться К тому Что Климат Действительно Изменится И нужно Пытаться Понять Как он Изменится И что Мы будем Делать То Что Он Меняется Ну Посмотрите Даже Схмотки Погоды Когда Потопы Идут С одной Стороны Потопы Идут Огромной Полосой Начиная От Португалии И кончая Японии А с другой Стороны Тут же По соседству Засух Либо еще Хуже То засуха То потоп То засуха То потоп Посмотришь Среднегодовое Количество Осадков Ну Изменилось Значительно Только Теперь Это так Знаете Кто бы Согласился Жить Вот если Представляете Себе В один день У вас Температура Минус 20 А на Следующий День У вас Температура Плюс 40 Посчитаете Среднюю Температуру Вроде бы Так что Ничего Хорошая Средняя Температура Вот Но Если По жизни То В один день Можно замерзнуть А в другой день Дать дуба Просто потому Что Перегреешься Вот Как этому То все Идет Совершенно верно Что Специалисты Обнаруживают Что начинается Увеличение Выделения Метана На шельфе Из домных Отложений Его становится Все больше А метан В несколько Десятков Раз Более Такой Вот Парниковый Газ Чем углекислота Вот В чем Проблема И поэтому Специалисты Сейчас стоят На ушах Потому что Сибирь Начала Резко Таять Мы говорили В прошлой Программе 38 градусов На полюсе Холода Вот этим Летом Было В июне Начале Июля Тает Вечная Мерзлота Она выбрасывает Огромное Количество Метана В атмосферу И еще Быстрее Начинает Нагреваться А получается Что коровы Которых Винили Все время Выброси метана В атмосферу И то что Животноводство Наносит Непоправимый Ущерб Они Не такие Уж Страшные Вредители Дело Все в том Что коров Мы Тут же вопрос Такой Что мы Говорим Об опасностях Которые Можем Посчитать И увидеть Вот корова Сколько Сигела Сколько Отложила Навоза Сколько Мочи От нее Поимели Все это Можно посчитать Сделать Баланс И вот Как бы Посчитать Количество Коров Тут Понятно Это все Называется С точностью До литра Килограмм А что Можно Сказать Про Мировой Океан Там Совершенно Другие Оценки Вот Подумайте Что всю Сушу Планеты Можно Утопить В Тихом Океане И ничего Не останется На поверхности Это только В одном Тихом Океане Не случайно же Жак Ив Кусто Великий Называл Нашу планету Планета Океан Какая она Земля Это океан И вот В этих Огромных Прострорах Происходят Процессы Которых Мы до конца Еще не понимаем Я имею ввиду Все человечество Поэтому Зачастую Проще Бороться С пластиками С стаканчиками С коровками Вот Но Вполне Возможно Что ее Величество Планета Уже Начало Перестраивать Знаете Как говорится Декорации Меняются Вот А Актеры Не могут понять Что что-то происходит В долг Исчезла Камера Вот Давайте Хватит Что-то Удержим Чего не получается Это критика Вот такая позиция Критика Тех людей Которые считают Что все эти Вот решения Политиков Давайте мы Срочно Вот у себя В Европе Сделаем Мир зеленым И закрываем Глаза на то Что больше Половины Земного Шара Живет В нищете И они Будут Жечь То что Горит Совершенно Не думая Об выхлопах Углекислого Газа Или метана Потому что Им жить Надо Пока Вот что называется Кусок хлеба Чтобы не Умереть С голоду Или отжажить Вы посмотрите Во всю Идет разговор О том Что может Начаться Война В верховьях Нила После того Как Эфиопия Построила Свою плотину Начала Заполнять Чуфернилище Мет тому Назад Турция Построила Плотины На своей Территории И перекрыла Воду Тигра И Эфрага И там Начались Тоже Очень Серьезные Проблемы И с Ираком И с Сирией Многие Считают Специалисты Которые Работают Там Как раз Вот эти Водные Конфликты 30-летней Давности Они положили Очень большую Основу Заложили Мину Под ситуацию На Ближнем Востоке Опять же Средняя Азия Водой Располагает Одна страна А три страны Пользуются Сырдареем Ударевой Реками Которые Текут С Памир То есть На самом деле Таких проблем Очень много И их Как-то Надо решать Как их решать Сейчас никто Не представляет То что мы видим Никто не хочет Делиться Каких-то Несчастных 400 Этих Самых 110 миллиардов Ведь они же Задержали Саммит На 4 дня 4 дня Австрия Голландия Швеция Вот Еще по-моему Финляндия Примкнувшая К ним Они же стояли И говорили Что не дадим Не наложим Вет А еще там была Хорошая Интересная вещь О том Что хотели Привязать помощь К соблюдению Нормы Демократического Государства Но тут Уже На дыбы Встали Венгрия С Польшей Потому что Это было ясно Что это Против них Устраивает Да и собственно Говоря Тут Как говорится С одной стороны Кричат Ах мы Гибнем Все Тонет Все Разрушается Действительно Идут Потопы И засухи Голод Может быть Уже В следующем Году К следующему Году А с другой Стороны Дерутся За кусок За кусок Этого Общего Пирога И показывают Что собственно Говоря Интересы Соседей Особенно Соседей Восточных Не очень-то Крупные Западные Страны Готовы Учитывать Южные Страны Я помню Это вот В понедельник Кажется Выступление Оказывал Евроньюз Президент Управитель Италии Конте Вот так На него Было страшно Смотреть Потому что Он чувствовал Что он Сейчас Просто-напросто Пошлет Весь этот Европейский Союз Потому что Они Осмеливались Предъявлять Италии Претензии Что вот Италия Из-за Ковида Так обеднел То есть Получается Очень серьезная Вещь И мне кажется Что В принципе Нужно быть Готовым Что появится Действительно Как новые Налоги Новые Какие-то Причем Скрытые Налоги Несомненно Нас ждет Рост цен И дай бог Чтоб это еще Плюс Не сопровождалось Какими-то Реальными Климатическими Погодными Катастрофами Вот Наважал Вот такая Вот у нас Концовка Вышла Разговора Не слишком Такая Радужная Но тем не менее Есть над чем Задуматься Константин Рангс Да Реальная Константин Рангс Был с нами на связи Программа Климат-контроль Спасибо большое Ну и до следующей недели До свидания Всего доброго До свидания Продолжение следует